Девушки отдыхают. Ну, может, и пойдем никуда? Останемся дома, устроим романтический вечер. Так, Витюшка дома. Тебе же воскресенье. Он на день рождения идет. Да? Да. Ну, тогда это заманчиво предложили. Ой, что-то жужжит. Ух ты. С работы звонят. Алло. Да. Привет. Привет. Да это Витя из соседнего подъезда написал. Руки оторвать этому писателю. Да ладно? Пойдем. А ты этого писателя тоже позвала? Нет, конечно. Зря. Я бы его кроссовки заставил чистить. Сынок, это ты? Привет. Что с тобой? А чем ты так испачкался-то? Это же краска. Ты так на день рождения пойдешь? Никуда я не пойду. Тебя что, Лера не пригласила? Мам, ты можешь отстать? Да может, она просто забыла. Угу. Позвони ей, поздравь. Не буду я напрашиваться. А знаешь что? Ты ей подари завтра цветы. Она же тебе нравится, я знаю. Мама, у тебя что, реально своих дел нет? О, привет, сынок. На днюху собираешься? Надя! Что? Наверное, в комнату протихло. Ой, надо габелин снять. А, нам надо ремонт покорячиться, а ты тут над этой пыльной рухлядью трясешься. Пойдем к соседям. Пусть полюбуются, что натворили. Это не рухлядь, это наша пенсия. Денег и так с Гулькиновсом, нам ремонта еще не хватало. Пусть раскошеливаются. Да, если откроют. Эй, уважаемый! Эй, подъем! Эй, ты нас залил! Коварь, вставай, скотина! Он не только нас, он глаза свои залил. По самой некуда. Я теперь с него не слезу. Я на него в суд подам, он мне за все заплатит. Да что с него возьмешь? Эй, это не наша проблема, пусть теперь ремонт делает. Эй, алло! Я попрошу, покинуть всех на сайте. Ему бы для начала в себя прийти. Надо бы воду убрать, чтобы нас окончательно не затопило. Слушай, Надюш, мне надо идти. Куда? На работу. У тебя же выходной. Борис Дмитриевич звонил, сказал, что надо срочно ехать. У него там обрал. А на следующей неделе мы обязательно на эту выставку сходим. Ну что ж такое, то командировки бесконечные. А теперь ты будешь по выходным работать? У вас у мужиков фантазия убогая. На работу вызвали. Не мог ничего пооригинальнее придумать. Я вот сказала, что с подругой иду на женский тренинг. Как разнообразить секс с супругом. Боря меня сам за дверь вытолкал. Да, а ты умеешь и разнообразить. Все, все, не мешай. Почти приехали уже. Вот как вы ездите, девушка? Права купил, ездить не купил. Здесь ремонт-то на тридцатку. Ну что? Ну извините, ну так получилось. Что значит извините? Деньги есть у вас? Подождите. Он просит тридцать тысяч прямо сейчас. Что он охренелся? Какие тридцать тысяч? Пусть ГИБДД вызывает. Страховая все оплатит. С ума сошел? Машина на Боре оформлена. Его вызовут, а он узнает, где я была на самом деле. Что наврала про тренинг. Вот и будет мне разнообразие супружеской жизни. Проще заплатить. Олеженька, миленький. Ну выручи меня. Мне с собой только мелочь. Я, знаешь, и так на нашу командировку в Сочи потратился. Ну нам же было хорошо. Да. Только я выплату по ипотеке просрочил. Мне завтра надо деньги вносить. Кровь износу. Ну ты же знаешь, какой буря въедливый. Узнает, где я была, начнет докапываться с кем. Ну, жаль, если он и про тебя догадается. Ведь он хотел тебе на днях зарплату повысить. Только у меня деньги на карте. Так в гостинице банкомат есть. Ну, Олеж, ну придем в номер. Я уж ой как постараюсь тебя отблагодарить. Ну, нет. Ладно, пойдем. А-а-а. О, ты что не спишь? Тебя ждала. А у тебя телефон выключен? Заработал. Привет. Голодный как волк. Ты там единственный, что ли, сотрудник? Не единственный, но неповторимый. По-моему, в вашей конторе не хватает сотрудников. Может быть. Может, замолвишь за меня словечко? О чем? Ну, как о чем? Думаешь, я не справлюсь? Я же была лучшей на курсе. Да, была. А вот теперь не знаешь, как называется часть колонны. Капитель. Ну, я не о колоннах сейчас думала, а о тебе. Работаешь как волы, днем и ночью. Без выходных. Ну, что делать? Это же в моих, то есть в наших интересах. Если бы не ипотека, я бы не брал дополнительные проекты. А вот если бы я тоже работала, тебе было бы легче. Нет. Вот твое призвание. Котлеты? Ну, почему что котлеты? Ты замечательная жена. Мать. Хозяйка. А уж семью я как-нибудь обеспечу. Когда Витя был маленький, ни на шаг от меня не отходил. А сейчас вырос, и я ему не нужна. Вполне естественный процесс. Все детки вырастают к счастью и к сожалению. Вот такое противоречие. Была бы работа. Настоящая работа. Все, не начинай. У тебя есть чем заняться. Обои завтра купи. Буря? О, Ритусик, салют. Слушай, я убегаю, ждут меня в префектуре, срочно надо ехать, тороплюсь прям, малыш. Борь, мне нужно смету проверить по двум договорам. Договорам. Я тебе сколько раз говорил? Договор, договоры. Торт, торты. Все. Вот компьютер, он в своем распоряжении. Сама справишься? Да. Отлично. Так, так, очки взял. Ключ, ключ. Значит, закончишь, закроешь дверь на ключ. Юля отпросилась, ее сегодня не будет. Давай. Да, если я задержусь... Езжай домой. Езжай домой. Все правильно. Все, малыш, бегу. Пока. Не муж, а одно название. Олег Сергеевич, срочно пройдите в кабинет директора. А ты почему не на химии? Так отменили. Который раз уже? Тебе же двойка в конце года светит. Мам, на химичке ко мне придирается. Я с ней поговорю, а ты должен... Так, все, мне некогда. Давай, пока. А что вы здесь делаете? Кто вас сюда пустил? Да. Это сын ваш, он прилетел, пустил меня, я сам куда-то снулся. Я посмотрел там в соседней комнате, и еще ничего, а тут полный кошмар. Вашими стараниями. Матвей Алексеевич меня зовут. Я сам вот все замочил, сам еще один починю. Надежда, как у вас по отчеству? Можно без отчества. А откуда вы знаете мое имя? Я слышал, муж ваш говорил. Я хоть пьяный был, а все помню. Дорогой Патти? Дорогой. От родителей достался. Спасибо, я сам. Спасибо. Спасибо вам. А валик этот не подойдет. И так тоже не пойдет. Я воду зачем поставил? Ну, если туда уксус добавить, а потом обои смочить, то обои все сами и отвалятся. Уксус есть? Уксус? Есть. Хорошо. Дайте. Вот и... Ну, а с валиком-то что делать? Может, его сдать? Да все. Ну, что? Без валика можно обойтись, а вот без помощника никак. Так. Ну, что стоишь-то? Тащи уксус. Борис Дмитриевич! Дверь закрой. Ты что, одна, что ли? А тебе нужен кто-то еще? Да нет. Сумасшвитший. Ты же видишь? Викантной ситуации. Иди-ка. Пу-у-у-у! Вы думаете, я всегда, что ли, так напиваюсь? У меня и повод был. У меня внук родился. А, ну, конечно. Поздравляю. Что же не напиться? Нет. Ну, может, и не с радостью пил, а с горя. Внук-то у меня полгода назад родился, а узнал я только об этом вчера. И то не от дочери, а от соседа. В магазине случайно встретил. Если бы не сосед, так бы и не узнал. Ну, как же так? Родная дочь. У Людки теперь. Давно другой отец. Ну, отчим, то есть. Она даже фамилию его взяла. А я и не в претензии. Он много чего для нее сделал. Благодаря ему она и учительницей стала. Биологичкой. Не просто в школе, а потом в колледже естественных наук. Ну, тут недалеко, знаете. Да, я знаю. У меня там сын учится. У меня дочь. Учит. За полгода даже. Ни разу. Я это все на помойку выброшу. Тебя, что ли, ждет? Видала? Такой букет косаря три стоит. Нехило на тебя запал. Ты ревнуешь, что ли? Че? К этому лоху, что ли? Наоборот. Ты, Лерон, давай. Не упускай момент. В каком смысле? В кором смысле. Не допираешь, папашка у нее зарабатывает. Парень прикинутый. Вот ты его разведи на бабло. А может, на телефон? Я как раз такое давно хотела. Дерзай. Привет. А, привет. Я хотел подарить тебе этот букет, чтобы он никогда не замянет, чтобы он тебе всегда напоминал, как я... Как мило. Спасибо. А что вчера не пришел? Ты не приглашала? Разве? Блин, прости. Ну, давай тогда с тобой вместе куда-нибудь сходим, отметим потом. Куда ты хочешь? Ой, а то ты не знаешь, куда я хочу. Ты, не бойся, уже весь мой инстаграм прошарил. Короче, я жду. Пока. 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 Чайку. О, чаек, чафирек. Так, благодарю. О, чафирек. О, чафирек. Хорошая ты женщина, Надежда. Вот что я тебе скажу. Проводку до распределительной коробки менять надо. Замыкание, может быть. А дорого это проводку менять? Сколько будет стоить? От бутылки хорошего коньяка не откажешься. Ну, раз так, хорошо. Ладно, тогда чаек отставить. Пора, если тебе нужно шпаклевать. Значит, учу. Смотри. Берешь поклевку. Раз. И так. Оп. Раз. Раз. И так. Оп. Учись, пока живой. Вы на все руки мастер. Где вы этому научились? Да на зоне времени предостаточно было. Я там и маляром, и лекториком, и слесарем. А за что сидели? Кражу мне приписали. Червонец выписали. А я пудло откинулся. А что жена, дочка? Им я оказался не нужен. Хотя, ради них-то я и ввязался в эту аферу. А дочка-то? Да раз. Лихие девяностые. Что-то там зарабатывать надо. Понимаю. Вот оно нет. Простить меня не может до сих пор. Считают меня лишним человеком. Вот только жалеть меня не надо. Академ писатель сказал, жалость, она унижает человека. У меня печенье есть. Будете? Да не отхожусь. Привет. Привет. Матвей Алексеевич сказал, что проводку надо менять до самой коробки. Кто это такой, Матвей Алексеевич? Сосед сверху. Он вызвался сам все исправить за бутылку коньяка. Да кто его вообще в этот дом пустил, этого алкаша? Витя. Ну ладно, Витька, подросток, но ты-то у меня взрослая женщина, а? А ведешь себя совершенно легкомысленно. Он же ведь просто тебя развел, этот Матвей Алексеевич. Взял и развел на бутылку коньяка. Завтра вызови нормальных электриков. Ну нормальный неизвестно, сколько будет стоить. Это не твоя забота. Ходят слухи, что мне зарплату поднимут. Ух ты, интересно. Борис Дмитриевич, вызывали? Олег Константинович Сергеевич. Сергеевич, присаживайтесь. Благодарю. Знаете ли вы, Олег Сергеевич, Сергеевич, за что был уволен предыдущий проектировщик? Ой, ну насколько мне известно, он продавал наши проекты за полцены другим заказчикам. А знаете, как я об этом узнал? Нет, не догадываюсь. Я ему полностью доверял. Так же, как и вам. В то время у нас было очень много заказов. И я разрешил ему воспользоваться своим компьютером. Ага. Но ему очень понравилось работать в моем кабинете. А мне показалось это подозрительно. И знаете, что я сделал? Внимание. Установил скрытую камеру. Бинго! Нет, ну о том, что она работает, никто не знал. Даже моя жена. Теперь ты понимаешь, зачем я тебя вызвал? Это хорошо, что ты понимаешь. Понимаешь, что новую жену найти не проблема. А хорошего работника трудно. Я бы закрыл глаза на то, что ты переспал с моей женой, если бы ты был по-настоящему ценным сотрудником. Ну, ты не стоишь того, чтобы менять жену. Чтоб духу твоего здесь не было. А уходное пособие? Вон! Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Матвеевна? Да. А вы, наверное, мама Кирилла Лосева, да? И соседка вашего отца, Матвея Алексеевича. С ним что-то случилось? Нет, с ним все в порядке. А что вы хотели? Мы тут с ним недавно разговаривали. Он такой добрый, чуткий человек и такой одинокий. В его одиночестве никто не виноват, кроме него самого. Разве? Да. У него своя жизнь, у меня своя. Извините. Всего хорошего. Ну, что так долго? Я уже устал тебя ждать. Надо было к вашей биологичке зайти. А что такое? У меня с долги всем надо. Я не по поводу тебя. А химичка что сказала? Что ты, Виктор Олегович, безнадежен. А если хочешь в медицинский поступать, будешь с репетитором заниматься по химии. Ясно. Все, пошли, короче, я здесь хочу, мам. Ну, идем, кормить вас буду. Блин. Я тебе там записала телефон репетитора? Поедешь к нему, предварительно позвони. Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Угу. Ешь давай. Это будут деньги на репетитор. Ты рано сегодня. Ну, отлично, вместе пообедаем. Отлично. Ты чем-то расстроен? Нет. Ты будешь меня сегодня кормить? Ну, да, конечно. Пап, а ты куда маму на первое свидание пригласил? Не помню. Слушай, а может, еще образование не стоит получать? Я, вон, видел, там много известных людей, и без него обходится. Слушай, дадут мне сегодня в доме моем нормально отдохнуть? Без этих дурацких разговоров. Вот че. Надя! Что? Ты электрика вызывала? Вызывала. Он пришел, и так же, как Матвей Алексеевич, сказал, что нужно менять поработку. Но стоить это будет 50 тысяч рублей. С ума сошла? Какие 50 тысяч? У меня нет таких денег. Да и не будет больше. Уволили меня. Как уволили? Ну, вот так вот все это интриги любимых коллег подсидели. Ну, почему? Все, даже говорить об этом не хочу. Мам, че теперь будет? Да мы с папой что-нибудь придумаем. Иди ешь. Олег. Ну, ты отличный архитектор. С опытом работы. Ты найдешь новую. Еще лучше прежнего. Там из тебя только жила тянули. Как же, найду. Меня перед Борисом такой сволочью выставили. Забудь. Да я-то забуду. А он-то нет. Он теперь все сделает, чтобы меня вообще не взяли. Никуда. У него везде знакомых полно. Зато сможешь помочь Матвею Алексеевичу с ремонт. О, Лера, здорово. А, привет. Смотри, угадал? Во. Блин, классный у тебя мобильник. Прикинь, я такую родительную день рождения попросила. Они сказали, ты че, с ума сошла? Такие деньги. Ну, так забирай. Ты че, серьезно? Тебе не жалко? Да нет, конечно. Забирай. Пусть это будет моим подарком. А симка? Забей, потом заберу. Ну, ладно. А когда в аэротрубу пойдем? Так че, я угадал все-таки? Ну, да. Ну, все, как денег накоплю. Ну, ладно. Тогда я жду приглашения. Ну, все, давай. Все, пока. Пока. Я в магазин. Вы без меня справитесь? А то как же. Ну, что? Присоединяйся. А может... Ну, для начала... Клоточку. В качестве аванса? Я институт с красным дипломом не для того заканчивал, чтобы с тобой обои клеить. И тем более коньяк распивать. Буквально по рюмочке. Гоша, смотри, что у меня есть. Хлопкой я его сделала. Ну, ничего такой. Почти как новый. Может, и бабла скажу, как за новый. В смысле? Он мой вообще-то. А мне деньги нужны. Очень смешно. Отдай. На, возьми. Ну, попробуй, на. Ну, вот. Да иди ты. Ну, Лер. Ну, Валерон. Ты что? Валерон. А неужели тебе не хочется есть на чем-нибудь покруче, чем на табуретку, а? И хану телефон. Купим нормальный мопед. Ладно. А? Ладно. Только симку верни. Ну, явился, наконец. Я у репетитора был? Я тебе три часа дозвониться не могу. Тебе абонент недоступен. А я телефон на полке оставил. Где на полке? Когда в школу собирался, я выходил, мне Мишке смс-ку отправил. И выхожу и... Ну, его нет здесь. Подожди, мать. Так я его, скорее всего, в комнате оставил своей. В комнате я уже посмотрела. Его там нет. Подожди, Надюш, не ругайся. Подожди. У нас же сосед обои клеил. И что? Ну, конечно. Остался один и взял дорогой телефон. Да нет. Ой, Надя, ну не будь ты такой наивной. Ты же сама мне рассказывала, что он в тюрьме за крашу сидел. Точно он взял? О, а я звоню-звоню. Никого нет. Ну, где ходишь-то? Больше в ваших услугах мы не нуждаемся. Чего это? А сами не знаете? Нет. Я в полицию, конечно, не буду заявлять. Мы с вами все-таки соседи. Но впредь держитесь от моего дома подальше. Чего-то я не догоняю. А я вам поверила. А чего соседу не открою? Пришлось самой с ним объясняться. Мне некогда. Удалось что-нибудь найти? Да нет пока. Везде нужна стажировка, да и зарплаты. Унижение одно. Ну вот, отличное предложение. Деньги хорошие. Да слишком хорошие. Это и подозрительно. А вот эту фирму я знаю. Здесь Борька деньги отдавает. У нее знакомый тут работает. Так что надежды никакой. Ну, не в дворники же мне идти. Ну, нет, конечно. Не ответишь? Да это реклама, стоматология. Достали уже этими звонками. Алло? Что? Да, я понимаю. Мы постараемся. Всего доброго. А как так получилось, что ты просрочил платеж по ипотеке? Возможно, это техническая ошибка банка. Техническая ошибка банка? Они неделю не могут до тебя дозвониться. Уже пошли пени. Они растут с каждым днем. Олег, мы можем остаться без квартиры. Надюш, понимаешь, я не оплатил в прошлом месяце за ипотеку, потому что у меня украли деньги с карты. Что? А почему ты мне об этом не сказал? Я не хотел тебя расстраивать. Я думал о дам с зарплатой, но не получилось. Уволили. Надо было пойти в банк, объяснить ситуацию, понять, что делать, написать заявление. Для этого нужно собирать справки, искать поручителей, потом ждать одобрения. Да на это уйдет куча времени. Да у тебя полно сейчас свободного времени. А главное, нужно получить справку с работой об увольнении. И? А я там даже появляться не хочу. Ты же знаешь, по какой причине. Ну, каждый раз пытаешься напомнить мне об этом унижении, клевете и предательстве. Ма, когда есть будем? Скоро. Мне на репетиторы деньги нужны. И на телефон новый. У тебя совесть есть? Ты что, не понимаешь, какая ситуация в семье? Какая? Блин, ну вот, ты ко мне с высшим образованием пристала, а сама вот что? Ну, чего он тебе дало? Ну, много ли в вашей экскурсии сейчас нормальные деньги зарабатывают? А вот мы сейчас и узнаем, где мои бывшие однокурсники. Сейчас ведь всех можно найти? Впрочем, простого. Всех. Через соцсеть. О, Надюш, привет! Сколько лет, сколько зим. Ну, здравствуй. Привет. Присаживайся. Какая ты молодец, что позвонила и сразу приехала. Ой, извини за беспокойство. Ну, что ты, я очень рад тебя видеть. Ну, рассказывай, как сама? Ну, что я? Дом, семья. Прекрасно. Хочу тебя попросить. Тут Олега уволили. А ведь он отличный специалист. Отличных не увольняют. Это было недоразумение. Возьми его к себе на работу. Только как-то поделикатнее, чтобы он не знал, что я просила. Как бы, Надь, тебе прямо сказать, чтобы ни его, ни тебя не обидеть. Ты знаешь, для Олега у меня никогда не было, нет и не будет вакансий. Ты предвзято к нему относишься. Он сделал отличную карьеру. Карьеру он, может, и сделал, только талантов у него от этого не прибавилось. Ну, что ж. Чего не скажешь о тебе? Ты знаешь, ко мне тут приходила одна клиентка. Она хочет надстроить этаж у себя над домом. И мне кажется, ты легко с этим справишься. Работа для тебя несложная. Получишь приличные деньги. Возьмешься? Я? Ну, ты же у нас была лучшая на курсе. Ты же у нас с красным дипломом закончила. Это у Олега красный диплом. А то мы не знали, кто ему диплом делал. И ты знаешь, я ведь тебя могу еще обрадовать. В этом красном конверте аванс. Я не знаю, как тебя благодарить. Да это я должен тебя благодарить. Кто у тебя списывал все конспекты по технической эксплуатации? Вон они. До сих пор на них и живут. Да, я помню, как ты этого препода даже не узнал, потому что все лекции с Женькой Головиной прогуливал. Да, было дело. Ты конвертик-то убирай. Спасибо тебе. Спасибо тебе. У нас сегодня твои любимые стейки и лосося. Ух ты! Класс! По какому случаю праздник? Я сегодня была у Аркадия. Кто так у Аркадия? Тарасов, наш стойнокурсник. Ну, хорошо. Была. И что? Он взял меня на работу. Тебя? Привет! 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 Как пусто пахнет! Да, скоро будем ужинать. Иди, мои руки. Ага. Я сейчас. Ма! Че это? Нравится? Блин, ну я бы сам себе мог выбрать, который мне нравится. Мне сказали, что это самая последняя модель. Очень хороший телефон. Скажи мне, почему ты постоянно лезешь в свои дела? У меня есть тост. Давайте выпьем за то, чтобы в нашей семье никогда не было суп. Всегда царило взаимопонимание и любовь. Ну и достаток, конечно. Ай, планшет садится. Где моя зарядка? И вот она. Черт! Ну вот, хоть наш сосед и оказался непорядочным человеком, но в одном он был прав. Проводку надо менять. И займешься этим ты. А че я-то? Ты все равно целыми днями дома сидишь. Ай, что? Я спать. Спокойной ночи. При свечах даже как-то романтичнее. Ничто не испортит нам маленький семейный праздник. Надюш, ты знаешь, я тоже спать пойду. Спасибо тебе. Ой, первый рабочий день. Я так волнуюсь. Правильно делаешь, что волнуешься. Надеюсь, деньги ты не все потратила? Ну нет, конечно. Там только на еду, на ипотеку не хватит. Я тут помониторил, позвонил кое-кому. Ну и кому же ты позвонил? Информированным людям по поводу твоего Аркадия. Ну такой же мой, как и твой. Аркадий твоего предшественника уволил, даже денег ему не заплатил. А ты, Наненька, ведешь себя как наивная дурочка. Да, к тому же я в долги к нему влезла. Я не понимаю, на что ты надеешься. Ну, по крайней мере, как ты думать сиживаться, я не собираюсь. Не бойтесь, не бойтесь. Марс, фу! Фу! Иди сюда, иди сюда. Не бойтесь. Он на самом деле добрый, но может повалить человека и залезать до скончания. Но только из своих. Иди гуляй. Держу, чтоб воров отпугивал. А на самом деле он главной воришкой есть, тащит все, что плохо лежит. Ну, а вы, я так понимаю, новый архитектор? Да. Ну, что скажете? Нужен нам здесь четвертый этаж? Ну, честно говоря, нет. Будет архитектура и дистананс. Короче, нужен, как собаке пятая нога. Правильно? Надежда, да? Здравствуйте. Я та самая Алла Николаевна, как вы понимаете, хозяйка. Ну, прошу любить и жаловать. Очень приятно. Ну, как? Вот. Прораб мой. Юрий. Беремся за четвертый этаж, а? Вообще-то, Надежда считает, что строительство четвертого этажа внесет диссонанс. Нет, это возможно, если найти правильное архитектурное решение. Вот. Вы архитектор, вы ищите. Но дом спроектирован как трехэтажный. Вы не боитесь, Алла Николаевна, что начнутся проблемы с фундаментом, стенами? Можно установить дополнительные опоры, контрафорсы. Это укрепит здание и будет хорошо смотреться. А насколько это увеличит смету? Это влетит в копеечку. Ну, деньги не проблем. Главное, результат. Вам решать. Ну, что ж. Пойдемте искать архитектурное решение. Подождите, девушка, как нет ни одного свободного электрика? А мне что делать? Да вы что, с ума там сошли, что ли? Ну, что? Причела проводка-то? Вот. Как я и говорил. Девушка, подождите, я... Ты фаст в коробке отключи и автомат подними. Может, поможешь? Бутылку коньяка оставлю. Не-а-а. Надежда? Значит, вот вы когда сначала со мной согласились, потом решили перед заказчицей прогнуться? Мне просто очень нужны деньги. Понятно. Что вам понятно? Вы ни меня не знаете, ни моей ситуации, ни вам меня судите. Проект будет готов в четверг. Всего доброго. Юра! Да, Алла Николаевна. Подвезешь в город? А где ваша машина? Ну, так сломалась. Ты же видел, я на такси приехала. Слушай, у меня сегодня у подруги день рождения. Все с мужьями придут, а мне идти не хочется. Не ходите. То есть как это? Просто всех очень интересует моя личная жизнь. Выручи меня, Юр. В смысле? Пойдем со мной. Алла Николаевна, я прораб, я не эскорт. А я тебе напомню, Юра, вот когда нужны были деньги для твоего рабочего, я тебе помогла. Ну что, так трудно помочь мне? Хорошо. Хорошо, что я свечи купила. Привет. Привет. Не работать сегодня вечером? Ты сам починил? Может быть, я теперь буду работать, а ты хозяйством занимаешься? Да нет уж. Я хорошую вакансию нашел. У меня завтра собеседование. Я тебя поздравляю. Спасибо. Держи. Сейчас вы кофейку крепкого. Предлагаю поехать ко мне. Нет, спасибо. Ну хорошо, не кофе, чай. Зеленый пьешь? Мне завтра вставать рано на работу. Вас домой отвезти? Нет смысла. Я так си возьму. Я так си возьму. Виктор. Это тебе на репетитора. Надя, а где у нас сахар? А мусор в этом доме кто-нибудь будет выносить? Я сейчас не могу. У меня собеседование. Я и так опаздываю. Здравствуйте. Здравствуйте. А я вот к папе пришла, а он... Его дома нет или он дверь не открывает. Вы не знаете, с ним все в порядке? Я не знаю. Наверное, просто дома нет. Да, наверное. Спасибо. Да не за что. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Так, по итогам собеседования Роман Белоусов проходит. Юль, проводите в отдел кадров. Остальные свободны. Секундочку. Подождите. Осторожно. Спасибо. Ух ты. Ух, черт, а. О, черт. Я же через полчаса встречу с инвесторами. Как я на нее пойду? Босиком, что ли? Как назло все на обед разошлись. Одна я, вечно как лошадь, пошел без перерыва. Позвольте. Я что-нибудь придумаю. Я свалился на крышу твоего туарега. Ты летела по остричке и ловила брюши. Ты меня пригласила. Естественно, в гости. Я остался на копе. А потом на всю жизнь. Не было, не было, не было счастья. А тут бац и пришло. Не было, не было, не было счастья. А тут бац. Не было, не было, не было счастья. А тут бац и пришло. Не было, не было, не было счастья. Не обессудьте, какие были. Ну, в такой ситуации не приходится выбирать. Значит? Ой, ну что вам, что вам, не надо. Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Позвольте. На таких ножках любая обувь смотрится просто сногсшибательно. Спасибо. Да, надо признать, у вас хороший вкус. И вы умеете делать комплименты девушкам. А еще я неплохой архитектор. Очень даже неплохой. Да что вы говорите? Честное слово. Поэтому меня можно смело брать на работу. А еще я готовлю потрясающий плов, пишу стихи и играю на концертина. Ну, вы меня сейчас просто сразили своими талантами, Олег. Простите, Олег... Сергеич. Сергеич, очень хорошо. Что же, Олег Сергеич, возможно, я была не права. Возможно, мне придется пересмотреть итоги собеседования. Но только при одном условии. Каком? Если вы сыграете меня на своем концертина. Ну, только приличные встречи. Как собеседование прошло? Удачно? Нет, пока. А почему такой довольный? Ну, отрицательный результат, это тоже результат. И ты не услышал меня. Ключевое слово здесь – пока. А тебе, наверное, надо проект доделывать? Ну, ты иди, я себе со мной жал. Как продвигаются дела с репетитором? Мать, и работать надо. Ну, ладно, посуду тогда сами помоете. Нет, подожди, давай ты ее сама помоешь. А я тебе пока программу поставлю. Знаешь, я тебе поставил отличная прога. Я теперь без нее, как без рук. А я уже установила. Ты ешь давай. Потом посуду помоешь. Я тебя прошу, Аркадий Иванович, переведи меня на другой объект. Я не понимаю, чем ты недоволен? Ну, этой стройке к концу крайне видно. Ну, заказчица, мягко говоря, нестабильная. И вожа под хвост попадет, она пятый этаж строить задумает. Пусть и пятый строит, лишь бы деньги платили. Не-не, Иван, что ты без меня? Твоя бригада стройку начала, твоя же бригада ее и закончит. А если какие-то проблемы будут, то отвечай. Ну, не могу я больше терпеть. У нее каждый день новые прихоти. Так, прихоти заказчика – это закон. Их нужно выполнять. И потом, Алла Николаевна, такая женщина. Ну, как можно отказать такому человеку? Дура она, капризная! Так, значит, Юра, ты остаешься на стройке, и на этом наш разговор закончен. Я тебя понял, Иван Иванович. Прости. И, пожалуйста, будь с Аллой Николаевной предельно вежлив, ладно? Потому что от этого зависит и твоя работа, и твои деньги. Тамерлан Ибрагимович, ну где миксер? Ну, бетон-то нужен? Кто-нибудь уберет эту макулатуру? Что, опять письмо из банка? Это уже не просто предупреждение, а угроза судом за невыплату. 120 тысяч 170 рублей! Откуда такая сумма? Это пение, растущее в геометрической прогрессии. Подожди, ну ты же скоро получишь деньги за проект. Если на работу не опоздаю. Поехали! Вам дочь приходила? Я знаю. Вообще, мы же не открыли. Ни от кого мне жалости не надо. Ни от кого мне жалости не надо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Женя... Что? Слушай, может, проще новый комод купить? Все точно, Женечка. Ты в генетике своей разбираешься, с комодами тяжело. И все потому, что этим вещам давно пора устроить естественный отбор. Иначе с новым комодом то же самое случится. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, меня все устраивает. О, опаздываю. Всего вам хорошего. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А, Аркадий, я тебя расцеловываю. Надя, не время целоваться, садись. Ты знаешь, вот в тебе я не сомневаюсь, но что-то стал я сомневаться в нашем прорабе Юрии. Странный он какой-то, подумал. Попросил перевести его на другой объект. Но вообще он категорически мыл против настройки этого четвертого этажа. Я вот и думаю, может, он где-то нахалтурил, и теперь боится. Но я-то здесь при чем? Да. Была у меня одна неприятная история с прошлым архитектором. Я же его уволил и деньги не заплатил. Но не просто так, а потому что во время строительства стали вылезать ошибки. Но я и подумал, что это ошибки архитектора. Вот теперь я, Надя, думаю, что а вдруг это были ошибки-то про раба? Но мы же не хотим, чтобы у нас повторилась такая идиотская история. Нет, конечно. Ну вот. Я вот и думаю. Может быть, тебе самой хочется посмотреть, как воплощается в жизнь твой проект. Аркаш, но в обязанности архитектора не входит надзор на строительный. Надь, ну я же не в службу, а в дружбу прошу. Ну и потом, если все получится хорошо, я обязательно тебе премию выпишу. Аркаш, но мне деньги сейчас нужны. Надь, я понимаю. Но я тебе доверил проект, хотя у тебя никакого опыта нет. Я тебе выплатил аванс. Да, но... Надь, я тебе клянусь, как только у меня появятся деньги, первый человек, которому я заплачу, это будешь ты. Ну, я тебе обещаю. Ну, хорошо, я согласна. Вот все знают, что ты добрейший человек. Прекрасный человек. Но я тебя очень прошу, ты с этим прорабом Юрой и с его бригадой прям пожестче. Договорились? Блин, а вы это нафига? Смету четвертого этажа составляю. Архитектор же сказал, что вот так будет меньше нагрузка на стены. Да. Все-таки четвертый этаж не шутка. Ну, там еще сводчатые потолки, так что... То есть, ты сейчас вот смету для четвертого этажа, да, составляешь? Ты чего хотел, Сереж? Да ты понимаешь, такое дело... Мама болеется и... Сереж, я все понимаю, но я тебе уже давал деньги. Там лекарство дорогущее, Юр. Сереж, ну, нет сейчас денег. Старик, я все понимаю, но больше у хозяйки я деньги просить не буду. А зачем просить-то? Можно же в смету добавить чуток, она и не заметит. Ей-то мелочи. Маму спасем. Иди работай. Слушай, а может мы на цементе подхалтурим, а? Тебе же лишняя копейка-то не повредит. Не вздумай! Посмотрел бы я на тебя, если бы речь была о твоей матери. Ну ладно, хорошо, иди, я подумаю. Я сказал, подумаю. Думай. Ты чего? Сберили взять. Ну, бери, иди отсюда. Взял? Ну, иди. Есть. Что это? Сходишь в магазин, купишь. Подожди, а ты на обратном пути не можешь? Теперь это твоя обязанность. Брукли. Что это? Мама тебя просила купить. Блин. Пап, ну что, она сама не может. Слушай, она для тебя так старается, просто как челка на тобой вьется. А ты? Что, тебе трудно после учебы в магазин зайти? Ладно, зайду. Да. Сдачу не забудь, принеси. Фрукли. Иди ко мне. Ну что, теперь друзья? Ты ж мой хороший. Ну что, мужики, предлагаю скинуться, кто сколько может. Мать, святое дело. У меня нету матери. Я знаю, что это такое. Пускай мама твоя выздоравливает. Тержись, друг мой. Спасибо, мужики. Я век не забуду. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вот, так сказать, с началом совместной работы. Совместная работа? Да. Я буду наблюдать за реализацией моего проекта. Следить за нами будете? Не доверяете нам? Нет, ну зачем же так? Нет, просто Аркадий попросил... А у вас чай есть? Есть. И обычный, и правильный. Некогда нам чай гонять. Работать надо. А это хор... Смесь хорошая? А какой там процент гипса? Ну, я не просто так интересуюсь. У нас на четвертом этаже предполагаются арки и своды. Надо, чтобы сцепка кирпича была хорошей. Решетка аккуратней. Понял. Привет, как дела? Здравствуйте, нормально. Ой, что это у вас тут такое? Материалы разгружаем. Вам машину починили? Ой, так починили. Опять что-то где-то стучит. Сядь, послушай, а? Я занят. Пожалуйста. Юрий, у меня к вам вопрос. Под капотом? А что она тут делает-то? Я бы тоже хотел это знать. Ну, да бог с ней. Ну, что у вас стучит? А ты не слышишь? Машина не заведена. Ничего не чувствуешь? Извините. Ну, у вас же полмешка рассыпалось. Ну, сами посмотрите. Я не виноват. А кто виноват? Зачем надо было мешок на сетку класть? Вот он и порвался. Да, знаете что, возвращайте деньги или товар меняйте еще. Спасибо вам, конечно, заметили. Но разгрузка материала – это моя обязанность. Сам разберусь. Давай, езжай. Юрий Андреевич, можно вас? Я смотрю, вы грязной работы не боитесь. Прораб, а сами мешки тягаете? Да. Когда ваш рабочий прохлаждается. Ну, нельзя поднимать тяжелую. Недавно вырезали грыжу. А что он тогда делает на стройке? Это мне решать. Может быть, найдете ему замену? Нет. 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 Ну, куда ты в грязной одежде? Ну, что с тобой происходит? Я устала. Я перенервничала. Ну, ты же сама мечтала работать. Мне кажется, меня там все ненавидят. Особенно этот прораб. Я ему как кости в горле. Знаешь, а у меня последняя чистая майка осталась. Между прочим. И грязное белье всю неделю не стиранное. Ну, так постирай. Тебе что сложно, в машинку положить и кнопку нажать? Знаешь, я как-то к женским обязанностям не привык. Ну, так привыкай. Ну, отдыхай. Не буду тебя беспокоить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, теперь я понимаю. Как плитку класть? Почему вами прораб так дорожит? Вы ас. Я еще и вышивать умею. Ну, ах ты! Опа. Тоже ас. Цирковой эквилибрист. Алло, оп. Что у вас там случилось? Я не понимаю, чем вы оправдываете присутствие этого подмастерья. Он только всем мешает. Командовать будете вы себя на кухне. Если здесь действительно кто-то мешает, так это вы. И когда работа будет готова, я вас приглашу. Субтитры создавал DimaTorzok Опять мусор по полной. Мне кажется, она издевается над нами. Где моя заботливая жена? Не знаю. А мне такая мама больше нравится. По крайней мере, она не предстает со своей дурацкой заботой. Ешь. Пошли. На хрена ты меня за бошку дергаешь? Извини, пожалуйста, я не знала, что так получится Нахрена, я не понимаю просто Да что ты на эту бабу пялился? Тебя волнует? Да волнует Волнует, мопед сломался, поцарапалось все Да только купил новый Теперь надо чинить, а на какое бабло? Да найду я бабло починить Где ты найдешь? Какая разница, где? Сказала найду Ай Вот так намного проще А вот этому в институте учишь что ли? Нет, на зоне Ну, понятно Я пойду второй, спасибо, возьму Привет Привет Давай помогу Что случилось? Да упала Откуда? Какая разница, откуда упала? Больно Больно Так тебе надо артероскопию сделать Че? Артероскопию Боже Может доктор хочет на чашку чая? Ага Доктору надо химию наверстывать Ну, ты подъезд хоть проводишь? Конечно, провожу Пошли? Пойдем Слушай, на артероскопите все-таки надо сделать Здравствуйте 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 А где Тигран? Я его отпустил на три дня У него сын женится Как на три дня? Так это же армянская свадьба Там в один день никак не уложится А сын у него единственный, между прочим Ну, нам не хватает времени Нам рук не хватает Послушайте Все и так работают по 12 часов в сутки без выходных Ваша задача следить, чтобы все было по чертежу А за рабочими, я как-нибудь сам прослышу, хорошо? С вашим-то мягким характером? Я не уверена Юра! Теперь я спокоен На стройке появился настоящий сервер У меня гениальное предложение Все-таки пятиэтажку строить будем? Юр, я еду в Италию за товаром для бутика Сергей Здрасте Не хочешь сама прикатиться? Расслабишься? Я не напрягаюсь Почему отказываешься? Из-за работы? Так я тебе отпуск дам Я же хозяйка Вы хозяйка Хозяйка этого дома Моего рабочего времени Только не меня Ничего я не понимаю Ну, он, наверное, боится, что сухарь возбухать начнет Какой сухарь? А, это наш прораб, так архитектор, что называет Пап Отойди, Витка, отойди, отойди, не загораживай У меня вопрос есть Иди у мамы, спроси Ну, отойди ты, черт Ма Что? Блин, ты не занята? Ты что-то хотел? Я хотел помощи попросить Мне нравится девочка Лера, я знаю Ну, да Блин, ну она встречается с другим Хотя есть со мной вроде не прочее Я вообще не понимаю Я просто не знаю, что мне делать А ты не ной Кому понравится такой нытик? Ты к ней подойди, напрямую спроси Нравишься ты ей или нет Понял? Олег Олег Ну что, что, завтракаю и я, что? Ну, когда ты уже обои доклеишь Это невозможно Который день вот так вот все вот лежит Доклею я обои твои, доклею Витька Иди завтракать Ма Ты ничего не забыла? Да подожди ты, не приставай Ты видишь, эксплуататор не в духе Пойдем и яичницу есть Я не забыла, Вить, иди сюда Угу Ты тебе на репетитора А на продукты? Хотя, как ты меня назвал? Эксплуататор Вот Его не должно волновать, что ты будешь есть на ужин Привет, Серега Привет, Серега Стало хуже Я это, я Я деньги отдам, как спалю Ладно, такое дело, как-нибудь перебьемся Ладно, мужики Давайте Поправлялась Чтоб выздоровел Здоровая была Это что такое? Не ваше дело Я не позволю вам пить на работе Вы в своей семье командуете? Если, конечно, у такой женщины, как вы, может быть семья, в чем я сильно сомневаюсь У меня есть семья И не надо ее трогать А это моя семья И не надо ее трогать Давай Чтоб поправлялась Да, да Здорово Спасибо Привет, что так рано? Все, не могу, больше не пойду туда Что, сдалась? Устала я кричать, ругаться, всех контролировать Правда, стала как сухарь Ты прав Прости меня Ты у меня самый лучший, самый хороший Ты куда-то собираешься? Работу нашел Ну, не бог есть какой Но в наших обстоятельствах на первое время подойдет Ну, хоть одна хорошая новость Да, хозяин хочет в элитном поселке перепланировку дома сделать На удачи Вить Привет Что-то не заметил Не заметил или не хочешь замечать? Как нога? Нога-то нормальная, а что с тобой? В смысле? Ну, игнор? Что-то ты сама меня перестала замечать Ну, и понятно, почему Что тебе понятно? Потому что у тебя парень есть Какой парень? Слушай, давай не прикидывайся Ну, я тебя видел с ним на мотоцикле Господи, парень Гошка, да он мой брат Что? Что-то вы с ним не очень похожи Ну, это потому что сводный Отца у меня нет, а мама завела нового хахаля Но я не против, он нас в Москву перевез Ну, и сын у него Гоша Зануда редкостная, я его не переваривала Слушай, ну, что-то не похоже, что ты его сейчас не перевариваешь Ну, так это раньше Сейчас по-другому Сейчас приехали Новый район, новая школа Ну, сам понимаешь Местные меня ненавидят А он хоть как-то да поддерживает Пускай сводный, но брат все же Ну, понятно Вот Проводишь меня? Да, конечно, провожу Пошли Давай, я тебе помогу Пойдем Что, больно? Да все еще, да Давай, иди сюда Лесной проезд Восемь Лесной проезд Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, а вы к кому? Понимаете, мой муж, он... Он дома телефон забыл Лесной проезд Надюша Надюша, а Витька дома? А знаешь, Надя, ты сама виноват Я давно хотел с тобой поговорить, но к тебе ведь в последнее время просто не подступиться А все это из-за твоей чертовой работы Именно из-за нее ты забыл обо мне И об Витьке А нам нужна мама Жена Хозяйка дома, наконец А не мужик в юбке Да, ты прав Работа меня изменила Я стала другая Я стала жестче Я стала мужиком Потому что кто-то же должен им быть Да подожди Ну что ты делаешь? Да подожди Ну подумай ты хорошенько Ну может быть не надо Вот так вот все рубить с плеча А я уже подумала Я не только стала работать сама Но я сама стала решение принимать Ну так вот Ты свободен А знаешь, я сам давно хотел уйти Только и не решался тебе сказать Жалел тебя, а зря Но я знаю Да нет, я просто уверен Что скоро, очень скоро ты сама попросишь меня вернуться О, какие люди У подъезда Алекуль собрался В отпуск Али в командировку Выпить есть? А красный диплом уже со мной выпить не мешает, да? Че? Из дома что ли выгнали? Завязки я А выпить теперь нет И уже не будет Тихо Тихо Ма, привет Алло Да, здравствуйте Че сегодня на обед? Да Нет, все хорошо, спасибо Мы в деревне все Не, еще не собираемся Че это ты за лабуду смотришь? Так, давай растягиваем твою рубашку А я репетитора бросил И закурил Слушай, ну, а как же не закурить, когда человека убил? Где папа? Ушел Куда? К другой женщине Как же я? Все вы только о себе думаете Самой ты только о себе думаешь Здравствуйте Здравствуйте А Людмила дома? Я отец ее Матвей Алексеевич, если не ошибаюсь Здрасте Здрасте А вы Муж ее? Да Как звать-то? Евгений, Женя Очень приятно Проходите Жалко только вот Люду не застали Она к родителям с сынишкой поехала Отец приболел То есть отчим А мы с вами чаю попьем Чаю? Чаю можно Пожалуйста Да, я вот и зефир купил Люд тем любимым Хорошо Да Проходите Можно? Да, да, да Ага Сюда Прошу прощения за беспорядок Я тут решил комод собрать Пока семья в отъезде Черт ногу сломит в этой инструкции Мне легче в ДНК разобраться Чем в этих схемах Да тут мне эта бумажка нужна Шестигранник Шестигранник? Должен быть в комплекте А Это? О, он самый Отлично А чай? Чай потом Да, вы правы Можно и потом Ну что Я тогда пока за диссертацию Если вы не против Игу Женя У тебя другой стул есть? Другой стул? А зачем это другой стул? Ну другой не поломанный Сейчас ты Сверзишься с этого стула И не напишешь свою диссертацию Он же на ладом дышит Так что давай его сюда Сейчас починим Хорошо Хорошо Соломатин Здравствуйте Курьерская доставка Вот здесь Распишитесь Пожалуйста Спасибо Письмо Это у вас До свидания Кто приходил? Суд Или оплатить Какой суд? В смысле? Тебе ванна еще нужна? Я спешу Там походу стиралка сломалась Как сломалась? Ну конечно она не будет работать Ты зачем туда столько вещей запихнул? Ну что знаешь сколько надо? Откуда тебе знать? Ты ни разу не стирал Все мама да мама Я же говорил сломалась Вот зачем ты ее вообще трогал? Ты не мог меня попросить? Да ты определись сама То ты недовольна тем Что я сам не стираю И опять недовольна То что сам включаю Все у тебя виноваты Слышишь мужики А без сухаря как-то спокойнее работает Она теперь Наверное больше не придет Обиделась наверное А да ладно Без нее лучше Ну странно что она опаздывает А ты волнуешься что ли А Юр? А кстати Анекдот знаете Короче Стоят два киллера в подъезде Ну и поджидают того Кого хотят завалить Вот Один другому говорит Слушай Что-то наш клиент опаздывает Не случилось ли чего? Что потом и смешно? Ну да Но киллер переживает за того Кого хочет сам завалить Одна жертва Два киллера Где здесь умр? Слушай Откуда я знаю? А не знаешь Не рассказывай Серег Да что ты Это анекдот просто О Зря беспокоились Идет ваша архитекторша Че это она Так расфуфырилась Все таки Красивая зараза Ладно Пойду встречу Слушай Это хорошо Аллы нет Точно Не видит Она бы его За ревность Проходите Присаживайтесь Спасибо Я постою Хорошо Значит тема такая Мы с вами оба заинтересованы Чтобы работа пошла быстрее Поэтому предлагаю Наладить нормальное общение Чтобы не тратить время На мелкие споры Я полностью с вами согласна Ехала и думала об этом же Я погорячилась И в чем-то была не права Ну что вы Это я Косячил Был резок Привык знать На стройке с мужиками Общаться А с женщиной так нельзя Да вы меня и за женщину-то не считали У вас все в порядке У меня все в порядке Так, давайте договоримся Я слежу за технической частью А вы за бригадой И каждый занимается своим делом Да? Да Ну и что она? Да ничего А это что за гости? Ё Вы что творите, уроды? Собаку на цепь надо сажать Где Серега? Зачем он вам? Бабла должен Проиграл Должок за ним Да я все заплатил Это ты прошлый доплатил А позавчерашний где? Гони 30 косарей Я тебя научу долги отдавать Успокойся Я его сам научу А вы оба развернулись И свалили отсюда Это ты нам Со слухом плохо? Или вы сейчас оба уходите? Сами Или вас на скорой отсюда увозят? Пойдем Серега, ну ты понял Ты попал Ой, что же это такое? А что делать? Я не знаю, что делать Врачу ее нужно В машину Откройте дверь Потерпи, мой хороший Потерпи Садитесь Когда я вернусь Чтоб духа твоего здесь не было Юра, я... Чтоб духа твоего здесь не было Мама, значит, заболела Да, Серега? Лекарства дорогие нужны Да я все объяснил Ты все деньги, которые Юрка Валу брал В карты проиграл, да? Это те, что мы скидывались тоже, да? А мать жива-здорова Да я бы отыгрался Я все отдал Ну, честное слово Ну, братцы Ты нам не братцы, ты сволочь такая А я тебя поверь Садика Да брось, Сегран Еще из-за этого говнюка в тюрьму садиться Много чести Вали отсюда Чем быстрее, тем лучше Ну, что сказал врач? Сейчас зашьют и будет снова по поселку кошек гонять Это врач так сказал про кошек? Нет Врач сказал, что вовремя привезли Спасут Ну, слава богу Я не думал, что вы так Ларса любите Это потому, что я сухарь? Ну, перестаньте Один раз ляпнул, не подумал Вы не сухарь Дилларс к вам привязался Тоже любит, походу? Это потому, что ему мои котлеты понравились Вы думаете, что мою собаку так просто подкупить? Это вы просто не пробовали моих котлет Ну, знаете, на этой работе я давно ничего нормального не ел Это легко поправимо Как-нибудь я угощу вас отличным обедом Ловлю на слове Привет, пока тебя не могу Тихо, я только уложила с дороги Ты сам кому отцоврал Не поверю Я бы один ни за что не управился Кто тебе помогал? Твой отец Он приезжал? Зачем? Как ты зачем? У меня отца никогда не было Я и то знаю, зачем Глупышки ты, милый Он же тебя любит больше всего на свете Ну, да У моего деда пёс был Леший Ну, это кличка такая Ну, вот, огромный, лохматый А меня на все лето где-то в деревню отправляли Его там все боялись Кого? Что? Ну, боялись кого? Деда или пса? А, пса Ну, хотя деда тоже побоялись Вот, и как ночью я с подушкой к собаке в конуру Там места много было Обоим хватало А с собакой-то можно было без одеяла спать Дед ужасно злился Запрещал Дверь закрывал, я в окно В общем, он потом рукой махнул и сказал Иди ты к лежу А, я в детстве тоже очень хотела собаку или котенка завести Но у мамы была жуткая аллергия, она не разрешила Ой, я думала, вырасту, заведу целый зоопарк Завели? Да куда там Сначала мы долго на съемных квартирах жили Там нельзя с животными А Обзавелись своей Муж запретил Никаких животных в доме Так, ну что ж В общем, все нормально Все хорошо Но животное потеряло много крови Поэтому нужно, чтобы Пес некоторое время полежал под капельницей Для этого кому-то из вас нужно остаться Чтобы катетер придерживать Чтобы он не отошел в движение У нас, к сожалению, персонала для этого не хватает Ну, в общем Спасибо Да, ни за что Мне только надо предупредить Вы тоже решили остаться? Ну, если вы не против Да я не против А муж не будет волноваться? Муж не будет Сына надо предупредить А где Юрий Андреевич? А я не знаю Он еще днем с этой архитекторшей уехал С архитекторшей? Куда? Он передо мной не отчитывается Ну, меня-то он должен был предупредить Ну, что, уехал и даже забыл переодеться Интересно Да, он с этой архитекторшей вообще обо всем забыл Она же постоянно на стройке торчит Ни на шаг от него не отходит Ну, он, конечно, ее тоже без внимания не оставляет Какой-то странный стал Ни с того ни с чего он на меня сорвался Выгнал КОНЕЦ Поспите еще, я послежу Ой, как уже поздно Может, вас домой отвезти? Нет, ну что вы, как тут, Ларс? Я просто за сына беспокоюсь Луча, он был один Сколько ему лет? Ну, 15 Скоро будет 16 Большой уже Я в его возрасте родителям помогал во всем На летних каникулах грузчиком подрабатывал Ну, мы другие были Да Пройдемте со мной Так, фамилия? Соломатина Ефимов Вы супруги? Да нет Ну что? Так, Ефимов А чья собака-то? Моя Так, чья собачка? Собачка моя Спасибо, что подвезли Это вам спасибо А мне за что? Ну, за помощь Мне и Ларсу Да Странный был сегодня денек У вас точно все в порядке? У меня? Да нет Не все У меня муж ушел Но как-то не хочется об этом сейчас говорить Но почему-то спокойно на душе Может, на ты перейдем? Почему нет? Давай на ты Будильник Шесть уже? Оу Так время пролетело Да Ну ладно, я пойду А то сын скоро проснется До встречи До встречи До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, Алла Николаевна Что-то вы сегодня рано, не свет, не заря Да Да Я хотела сюрприз тебе сделать, Юрочка Думала пораньше Приеду А ты Уже твуд Даже успел переодеться Или со вчерашнего дня не переодевался Вот Из самой Виталии Тебе Не стоило беспокоиться Ну как это Я всегда тебя беспокоюсь Особенно, когда на звонки не отвечаешь Так значит, ты тоже решил Встретить меня сюрпризом Цветы Как это мило Это не вам А кому? Архитекторша Привет Привет Как Ларс? Нормально, идет на поправку С кем же ты его оставил? Есть, кому за ним присмотреть? Да, есть Есть? Да Нет, я его к родителям отвез Вечером заберу А, к родителям Понятно Странный был вчера день Ну да Сумасшедшая ночь какая-то Я так и не поспала ни минуты Так поезжайте и поспите Я в ваших услугах больше не нуждаюсь А как? Почему? Потому что Я здесь хозяйка Я решаю, кто работает на меня Кто свободен Так вот, ты свободна А деньги? Какие нафиг деньги? Мне больше ничего не нужно Ни проект твой Ни четвертый этаж Ничего Луна Николаевна, успокойтесь, пожалуйста Как я все сказала? Я работала Вы должны не заплатить Вперед До свидания Ты чего творишь? Дура Ты как? Сам ты разговариваешь Я с тобой разговариваю так Как ты этого заслуживаешь Дура Ты не хозяйка Ты сама дурка хренова Ты думаешь, у тебя бабки есть? Все можно? Покупать, продавать людей Плевать на людей У тебя бабки есть У тебя мужика нормального нет И никогда не будет Ты думаешь, я не понимаю Чего ты на нее взялась? Почему ты ее уволила? Потому что ты меня ревнуешь Только я понять не могу С какого буду на? Юра С чего ты решила, что мы будем вместе? Как тебе это в башку влетело? Алла Николаевна, вы Вы меня извините Я действительно не давал вам никакого повода С самого первого дня, как я у вас работаю Не нравитесь вы мне Как женщина Простите Не нравлюсь Не нравитесь Ты уволен Что? Вали отсюда на все четыре стороны На каком основании Твоя заказчица лишила меня работы? Одну минуточку, извините Небольшие производственные неурядницы Надюш, пойди, пожалуйста Извините И что, совсем что-то с ума сошла? Да это твоя Алла Николаевна с ума сошла Она выгнала меня с работы Денег мне не заплатила Безо всякой на то причины А ты уверена, что никакой причины не было? Я уверена А мне она сказала, что она уволила тебя Потому что у тебя были шашни с прорабом Что? Это полный бред Она точно с ума сошла Надя Ты вообще что, ничего не видишь? Ты что, не заметила, что она на него глаз положила? Да она этот четвертый этаж из-за него и решила строить Ах, вот оно что Ну, ты решаешь здесь что-то? Ну, конечно, но не до такой степени Аркаш, я свою работу сделала Проект принят Мне очень нужны деньги Так, я заплатил аванс Ну, это аванс У меня такая сложная ситуация в семье Я могу лишиться квартиры Надя Она разорвала договор Она заморозила стройку Из чего я заплачу тебе деньги? Извини, у меня клиент Мне надо идти Аркаш Я не могу Надя Я прошу, не обращай внимания на эту дуру Не обращай внимания? Я осталась без работы Я осталась без денег Я могу лишиться квартиры Потому что мне нечем платить ипотеку И все из-за тебя А я-то здесь при чем? Почему из-за меня? Если у тебя отношения с Аллой Зачем было тогда Подожди У меня с ней Ничего не было И быть не может Стала бы она ревновать Мари, может кино пойдем? У тебя вдруг деньги появились? Ну, а что на кино всегда найдутся? Не, не сегодня Ты же любишь ужастик У меня сейчас Все дома ужастика хватает Что случилось? Да гоше влип Решил срубить бабла На перепродаже китайских мобильников Ну, занял там у одного Заказал Приехал две коробки А внутри фуфло голимое Ну, лежит для витрин Теперь надо как-то Все эти долги раздавать А у нас дома Никогда таких денег не было Теперь ему срок грозит Да ему нельзя В тюрьму, у него аст Ведь тебе вообще все равно А? Да нет Ну, что я-то могу поделать Ладно, пошли в кино Развеюсь Пошли Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте Здравствуйте Вас интересует старинный гобелин? А что непонятного в слове уволен? Вещи забрать могу? У тебя пять минут У тебя пять минут Ты меня понял? Алла Николаевна Я хочу извиниться перед вами Я был неправ Потому что нахамил вам Прошу вас прощения Нахамил это и все Ну по сути Ну по сути, я был прав Интересно, ты прощения просишь Своеобразно так Вы Очень умная женщина Вы очень сильная женщина Иначе вы Вы не добились бы всего этого И не зарабатывали бы огромных денег Деньги 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 Бизнес Это Хорошее средство От одиночества А мне, Юрочка Хочется простого Женского Счастья Как ни крути ехать Сильная Но Баба Ладно, прав ты Юра Ты никакого мне повода не давала Я за шиворот Тянула тебя Ломилась в закрытую дверь Да, четвертый этаж Конечно, не нужен Архитекторше твоей Я заплачу Тут ты тоже прав С людьми надо По-человечески обращаться Слушай, дом тогда делать надо Ты его с твоей бригадой начинал Тебе и заканчивать Ясно? Ясно Работай Алла Николаевна А вы ведь Тоже правы В закрытую дверь ломиться Не стоит Но вот я знаю, что вы очень нравитесь Аркадию Очень давно Как женщину нравитесь Поэтому уж в эту-то дверь Ломиться точно не придется Она не заперта Юра Ты прораб или сваха? Ну, извините Ой, ладно За информацию спасибо То есть я могу теперь успокоиться Как женщина я еще кому-то нравилась Ладно, Вась, здоров Вообще зачет фильмец, согласись Тебе понравился? Ага Блин, прикол Я накоплю деньги Мы вообще в аэротрубу сходим, а? В Барнауле нет аэротрубы А что в Барнауле? Ну, я, скорее всего, перееду Зачем? Ну, в общем, решил проблему Отвезет меня обратно к бабушке в Барнаул Мою комнату будет сдавать И будут деньги для Гоши Другого выхода нет А школа? В Барнауле тоже есть школа Нет, подожди, ну а как же Ну, я как же? А что? Да Барнаула четыре часа лету Алло, Валерий Леонидович Здравствуйте Это мама Вити Соломатина Понимаете, у нас такая ситуация в семье Вы не могли бы с Витей И в долг позаниматься? Как не начинали? Он ни разу к вам не приходил? Извините Виктор Почему ты ни разу не был у репетитора? Ты меня слышишь? В медицинском конкурсе Тебе нужно подтягивать химию Тебе нужно готовиться Я с тобой разговариваю И куда ты делал деньги, которые я тебе давала? Олег, привет У нас проблема С Витей Так от меня ты чего хочешь? Ну, только это он с тобой не разговаривает А не со мной Ладно, если ты без меня ничего не можешь себе решить Я разберусь Ну, что там? Да так, ничего Когда будем ужинать? Когда привезут А что, опять пицца? Не нравится пицца Можем суши заказать Да, Шуня Солнце мое Будет ли у меня когда-нибудь такое счастье Что ты Накормишь меня нормальной едой? Олежек, радость моя Что значит накормишь? Ты что, младенец Или старик немощный? Я не готовлю Не нравится суши или пицца? Ты знаешь, не кухня и холодильник Все в твоих руках Тебе папа звонил? Нет Знаешь, когда ты был маленький И болел ветрянкой Ты, наверное, конечно, не помнишь А ты ходил весь Намазанный зеленкой И думал, что похож на лягушку И никто не хотел с тобой дружить А я тебе тогда сказала Что ты всегда будешь моим другом Даже если я превращусь в настоящую жабу Ты помнишь? Угу, я-то вот помню А ты забыла А что я забыла? Ну Про меня, про папу Сынок Ну ты уже достаточно взрослый, чтобы понимать Я устроилась на работу Угу Мама, работа тут ни при чем А что при чем? Я достаточно взрослый человек Чтобы понять, что у тебя появился другой мужчина Какой другой мужчина? Ну не притворяйся Ну я видел тебя с ним Он тебя на машине подвозил Когда тебя всю ночь дома не было А Так ты не спал Ты волновался за меня? Мама, ну что мне делать? Я запутался Прости, мне надо ответить Это важно, я сейчас Да, Аркадий? Надя, вот эта последняя часть гонорара Алла Николаевна просила его выплатить Значит она все-таки будет достраивать четвертый этаж? Нет, она просила меня Выплатить последнюю часть гонорара Ну бери, чего ты него Гипнотизируешь И Архнадзор больше не нужен? Нет, Архнадзор больше не нужен То есть она заплатила Она заплатила, потому что она приличная женщина Хотя немного взбалмошная Но, как говорится, кто у вас женщин до конца поймет Тот на следующее утро помрет Алло? Да, Алла Николаевна А в смысле? Как? Да, могу Конечно приеду Да, да, нет Я прямо сейчас еду У Аллы Николаевны сломалась машина Вот судьба у человека То дом не строится, то машина ломается Давай я тебя подкину заодно до метро Спасибо Не отхожусь Молодец Алло Здравствуйте Мы с вами по поводу Габелина договаривались Необходимость отпала Извините за беспокойство До свидания Здравствуйте Магазин бытовой техники Возьмите, пожалуйста Витя, Витя, сынок Иди сюда скорее Что случилось? А вот что случилось Вот Все Мне больше не надо ходить на стройку Здесь нам на все хватит И на продукты И на квартплату И на репетитора А самое главное Что я смогу Наконец-то Выплатить наш долг По ипотеке Я в понедельник Пойду в банк И все Все оплачу Ма Да Сейчас это, наверное, стиральную машину Привезли Да Да, я сейчас спущусь Манна, мне с тобой поговорить надо Я сейчас вернусь О, что привезли, что купили Стиральная машинка, что ли? Ага Хорошая, небось За такие деньги Плыхая быть не может Ну да Я вот Поднакоплю И дочь своей Такую же куплю Да Вы заносите Я вам дверь подержу А Вот это для кого А что с прежней Сгорела, что ли? А я вот предупреждал Проводку надо менять А не технику Такие вот Деньжища тратите И все зря Я в ваших советах Не нуждаюсь До свидания До свидания, спасибо До свидания Ну вот Завтра мастер придет Установит И будет у нас Большая стирка Ма Ну тогда мы с тобой Никуда не ходили вместе Куда не ходили? Ну Давай завтра сюда пойдем А что там? Ну тут бассейн И сауна Мама, ну тебе нужно Снять отрез Привести себя в порядок А я в бассейн пойду Ну хорошо, пойдем Ну и что? Ну я тебе даже не знаю У меня глаза разбегаются О, смотри Восточное наслаждение, а? Смотри, тут все есть И массаж, и хамам Че, ты шоколадный скраб Мятный чай, а? Ну это два с половиной часа А ты что будешь делать В то время в бассейне? Ну и что? Ну, тебе же лягушка Мне не доест, ты же знаешь Ну хорошо Все Я пошел Пока, мам Через два часа увидимся Восточное наслаждение Хорошо Все-таки у меня Самый лучший сын Распеть Хорошо Отдохнули Вот я растяпа Дверь забыла закрыть Денег нет Деньги украли Следового взлома замка нет Дверь по видимости Открыли не отмычкой А родным ключом Ну, спасибо Кто имел доступ к ключам Я, сын Но мы были в спа-центре Ищу муж Его ключи дома Матвей Алексеевич Что? Ну, он у меня когда у нас работал Как раз ключи брал Чтоб на лестнице выходить покурить Кто такой Матвей Алексеевич? Это он наш сосед сверху Он приходил мне помогать обои клеить Он приходил обои клеить Помогать, и что дальше? Я знаю, что он за воровство сидел Наверное, мог сделать дубликацию Ключей Видел, как я купила дорогую стиральную машинку Наверное, подумал, что в семье деньги появились Он меня еще и смартфон украл Так и запишем? Ну, так и запишем Папа, куда вы его? В отделение Здравствуй, дочь За что? За что я дочь? За кражину по подозрению Кто его подозревает? Соседка Зря я с ней откровенчила Я думал, она хорошая баба Продолжение следует... Продолжение следует... Привет. Привет. Не знал, захотите ли вы меня видеть, но был уверен, что ваше обрадуетесь. А мы уже на вы? Прости. Он по тебе соскучился. Хорошо, что зашли. Проходите. Я разуюсь? Не надо. У меня бардак. Мы с обокрали. Как обокрали? Когда? Да мы с Витей пошли в спа-салон. Пока я была на массаже, а он в бассейне, вот и вломились. Дома нас не было. В полицию сообщили? Да, конечно. Только ушли. Сидеть. Сидеть. Аркадий мне все-таки заплатил. Я думала, что в понедельник пойду в банк, вынос по ипотеке заплачу. Не успела. Взяли только деньги? Да, кажется, да. Че так срочно было? А? Угадай, че у меня есть. У меня нет настроения отгадывать загадки. Только обещай, что не уедешь в свой брат наул. Посмотрим. Дай. Поцелуешь дам. А еще че сделать? На. Ну че? Офигеть. Блин, ведь это мне? Ага, Гоша твоему. Офигеть. Слышь, Лер, я... Короче, я тут еще стихи тебе написал. Сейчас только найти надо. Блин, стихи — это очень круто. Давай потом. Ладно, сейчас я Гошу отчиму обрадую. И что полиция? Арестовали соседа. Он за кражу сидел. А у нас в доме несколько раз бывал. Могу сделать дубликат ключей. До этого у нас еще телефон Витин пропал. Вот я и написала заявление. Здравствуйте. Вы должны забрать заявление. Это же вы подали заявление? Мне не о чем с вами разговаривать. Я вас очень прошу, заберите, пожалуйста, заявление. Ведь папа не виноват. Я так не думаю. Он никогда ничего чужого не брал. Он не вор. За что же он тогда в тюрьме сидел? Его подставили. Понимаете, в девяносто... Ты что делаешь? Нельзя чужие вещи. Нельзя чужие вещи. Пять за свое. Нельзя, говорю. Он что-то отмывали, а он... Нельзя. Хотите сказать, он не знал, чем они занимались? Ну, знал, но только на суде. А раньше он подписал документы и даже не успел разобраться. Ну, он не виноват. Это не его вина. Нельзя, говорю. Воров покрывать тоже преступление. А теперь... Тише. Тише. Нам действительно с вами не о чем разговаривать. Надо же, какая. Как будто я к ней пришла. Это дочь соседа? Да. А кроме него больше некого подозревать? Нет. Нет, я, конечно, ее понимаю. Она защищает отца. Как и любая мать, защищала бы сына. И о чем же? Вы теперь богатенькие, да? Не сбивай. Куплю себе все-таки телефон. Как у Витьки был. Ага, размечталась. Машину возьму. Иномарку. Может, на старенькую хватит. Да нет, точно хватит. Ты ради интереса спросил Вити, почему у него полотенца и плавки сухие, если он в бассейне плавал. Как ты говоришь? Ты понимаешь, о чем ты говоришь? Просто предлагаю тебе поговорить с Витей. Ты подозреваешь моего сына в воровстве? Я никого ни в чем не подозреваю. Но я считаю, что... Витя. Уходи, пожалуйста. Надо поговорить с сыном. Лар, со мной! Витя, Виктор! Постой! Постой! Сядь. Сядь. Ты что творишь? Она же твоей мать. Что вам от меня надо? Я хочу, чтобы ты во всем честно признался. Будь мужиком. Кто вы вообще такой? Чего вы вообще все лезете ко мне? Ты еще человека невинного подставил. Никого не подставлял. Можете отстать от меня уже? Я-то отстану. Только тебе с этим жить. Угу. Очень жаль, что тебе не хватает мужества сознаться. Со мной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Субтитры сделал DimaTorzok Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Да это Лерка прется от меня. Много ли ты на себя берешь? Молодец, а? А что, в нее тут один лох влюбился, так она его сначала на телефон развела, а потом вообще на бабке. Вот, глядите. Да ну-ка. Шузы себе новый купил. Еще нам, Марс хватило. Отдай, сволочь! Пусти! Пусти нахрен! Пусти! Гад! Давай, дыхай. Отдохни, дорогой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет, устал. Куда ж ты в обуви-то? Так, попрошу заметить, это вообще твой дом. А я, между прочим, сегодня здесь все пропылесосил. О, неужели? Хочешь что-то полезное стихи? Ну надо же, а! Ах ты! Вот так значит, да? В смысле вот так? Ну то есть ты считаешь меня совершенно бесполезной? Ну, несовершенно, но вообще бесполезным, да. Ну а что, ты уже достаточно долгое время сидишь у меня на шее. Так что же дело? Устрой меня в свою фирму. Ну а сейчас нет вакансий. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Алло. А ведь я у тебя? И не звонил? Он пропал. Я не знаю, что делать. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вы поссорились? Я сейчас приеду. Прости. И куда ты сейчас приедешь? Домой. Домой? Да, домой. А зачем? У меня сын сбежал. О, мальчик в папу пошел. У тебя обратно ждать? Ты что здесь делаешь? И тебе добрый вечер. Откуда кросса? Ты же сказала, денег только на машину хватит. Слушай, если не хочешь покупать мне телефон, пошли хотя бы в аэротрубу. Я давно о ней мечтаю. Мечтать не вредно. Вообще-то эти деньги я достала, они мои тоже. Хочешь в аэротрубу? Да. Оставайся сегодня на ночь. У меня родители на дачу ехали. Вот ты, значит, какой. Какой? Такой. Витя мне просто деньги отдал, ничего взамен не потребовал. Ладно. Я пошутила. Забей. Пойдем. Ну что? Захотела остаться одна, и вот, пожалуйста, результат. Куда ты собираешься? Витю искать. Куда? Ты знаешь, где? Нет, не знаю. Надо же что-то делать. Так, подожди, подожди. Давай сначала, тебе нужно успокоиться. Это все? Первый раз все-таки. А что ты хотела? Романтики. В смысле? Там, свечи, лепестки роз, ванна с пеной. Ну, свечи с Нового года остались? Вот с розы из засады не пойдет? Ну, нет. Ладно, давай я свечи расставлю, а ты диваной занимайся. Я вместо пены шампунь и налью? Да, да. В больнице звонила? Все обзвонила, не поступала. Ну, друзья. Они не знают. Полицию. Звонила. Ну, они отговорили меня заявление писать. Сказали, парень молодой. Гуляет, наверное, где-то с девушкой. Вернется. Им надо преступников ловить. Слушай, ну, может, у него действительно девушка есть, с которой он может гулять по ночам? Лера. Ты телефон ее знаешь? Я даже фамилии ее не знаю. Ну, он часто с ней общался в интернете. О, давай через соцсети попробуем. Сейчас я с нее планшет возьму. Молодой человек. Документы. Сейчас. Что-то далеко от дома забрался. Что тут ночью делаешь? Да у друга в гостях был. В метро опоздал, домой иду. А что грязный? Поскользнулся. Может, подвезти? Нет, спасибо. Подождите. Что, решил с нами домой ехать? Нет. В отделение везите. Саня, ты шутник. Я вор. Нашел что-нибудь? Да нет его ни имени, ни фамилии в соцсетях. Не знаю. Может быть, он там под каким-нибудь ником? Под каким ником? Правильно. Как ты думаешь, как он мог себя назвать? Подумай. Я понятия не имею. И я не знаю. Ни чертала про своего сына. Ничего не знаю. Костич. Да я одна во всем виновата. Теперь он ночью один на улице. А что, если вдруг? Да не если и не вдруг. Слушай, не накручивайте себя. Ну, вспомни, как он в детстве спрятался на детской площадке. А ты подумал, что его похитили. Всех на уши подняла. Так, соседи, милицию. Меня с работы вызвали. Ну, сейчас совсем другая ситуация. Не бойся. Я с тобой. А что ты делаешь? Я утешаю тебя. Я твой муж. Разве не для этого я... Так, Олег, не надо пользоваться ситуацией. Это почему? Да потому что. Ты мне изменил. С другой женщиной. Ну и что, ты теперь собираешься со мной разводиться? Так, знаешь что? У нас сын пропал. И сейчас не время выяснять отношения. Ты давай, или помогай, или уходи. А я что, не помогаю? Нет, ты не помогаешь. А что я должен делать? Бегать, что ли, по городу с выпученными глазами? Накручивать себя, а? Объясни мне, что я должен сделать? Просто быть рядом. А я что, не рядом? Нет, ты не рядом. Ой, Надя, это бред какой-то. Я тебя совсем не понимаю. А я не понимаю, как я все эти годы жила с тобой. Вот как. Круто. Ладно. Знаешь, я думаю, что с Витки все в порядке. Завис, наверное, у друга. И телефон отключил. А знаешь, почему отключил? Потому что устал от тебя. Как и я. И это только начало, Надь. Пройдет два-три года, и он совсем от тебя уйдет. И останешься ты одна. Потому что у нас давно уже не семья. А сплошные семейные обязательства. А кто в этом виноват? Я в этом виновата, хочешь сказать, да? Знаешь что? Я подаю на развод. И ты будешь свободен от любых семейных обязательств. Алло. Алло, Витя. Витя, сынок, ты где? Где? Я сейчас приеду. Это Витя. Он с полицией. Надо ехать. Значит, жив. Я свободен от семейных обязательств. Ты сама только что это сказала. Прости, что я не послушала тебя вовремя. Ты был совершенно прав. Это Витя взял деньги, и он во всем признался полиции. Что теперь с ним будет, я даже представить не могу. Говори адрес ОВД, я запомню. Спасибо. А ты, Алексеевич, ну, извините меня, пожалуйста. Вот как, извините, значит. Ну, пожалуйста. Ты лучше прощения у матери своей просил. Честно говоря, поступил-то ты с ней дерьмово. А я уж как-нибудь сам без ваших этих извинявок пожил. Плачушкин, что, уходить не хочется, что ли? Матвей Алексеевич, простите меня ради Бога. Еще одно с извинениями. Бог простит. Мне правда очень стыдно и за себя, и за сына. А мне за дочь. Обидно. Она вторую мой арест пережила. Да вам этого и не понять. Теперь уж точно меня не простит. Никакими извинениями не отделаешься. Да не надо вам извиняться. Она вас очень любит и давно простила. Посмотрим. Горданочка, вы куда? Мне к дежурному. Гордора, прямо направо. Спасибо. Спасибо. О, моя. О, моя. По露 taman. Играетbum. О, а ты чего трезвонишь в такую рань? А что все это значит? Это значит, что тебе пора домой, к жене и к сыну. Послушай, дочь... Не-не-не, Олег, мы не будем сейчас с утра пораньше выяснять отношения. Ну и вообще не будем их с тобой выяснять. Мы с тобой взрослые люди и, слава богу, не связаны никакими обязательствами. Это был такой эпизод. Кстати говоря, не самый интересный в моей жизни. Ну да ладно. Так что все, мы теперь пойдем с тобой в разные стороны. Ну а тебе удачи, конечно. А сумку с вещами обязательно надо было у двери оставить? А если бы ее украли? Ой, ну не украли бы. Здесь все-таки приличные люди живут. А вы что думали? Все так просто? Написал заявление, забрал заявление. Дело вы уже возбудили. И нужны основания, чтобы его аннулировать. Но я не хочу сажать в тюрьму собственного сына. Какие еще нужны основания? Он нарушил уголовный кодекс. И сам сознался. Ну зачем портить жизнь пацану? А надо было своего пацана правильно воспитывать. Папаша. Ну я вообще-то не папаша. А кто вы? Просто знакомый. Освободите кабинет, гражданин знакомый. Я вас отлично понимаю, парень ваш сын. Но такая уж у нас бюрократия. Ну а может как-нибудь обойдем эту бюрократию? В данном случае я бы вам посоветовал. Потапова арестовались, сюда везут. Допрашивать будешь? Нет, блин. Я с ним кроссворды буду разгадывать. А не, я к тому говорю, что он неадекватный. Закину ты конкретно. Ладно, разберемся. Я посоветовал бы вам написать заявление о примирении сторон. Да какая глупость? Ну, примирение сторон между матерью и сыном? Между заявителем и подозреваемым. Вы в полиции, а не на родительском собрании. Ну и когда вы его отпустите? Сейчас отпустим. Оформим подписку о невыезде. И отпустим. Саламадин, на выход. Ну, а папа здесь? Нет. Из города не уезжать. Да, хорошо. Отошли все! Отошли все быстро! Потапов! Потапов, потапов, успокойся! Я все сломаю! Потапов! Не зря я говорю! Машину у меня! Быстро! Оставь, парня! Машину у меня свобилы! Потапов! Иначе потану хранат! Оставь, оставь пацана! Витя, Витя, с тобой все в порядке. Успокойте его! Да все нормально! Руки! Руки! Оставь! Мам, прости, пожалуйста. Да ничего, ничего. Витя, познакомься, это Юрий Андреевич. Он меня тогда подвозил. Юр, спасибо тебе. Ты мне сына спас. Спасибо. Ты молодец, что нашел в себе силы сознаться. Но вообще-то я хотел, чтобы ты пошел не в полицию, а пошел бы к маме. Во всем признался бы и вернул деньги. В том-то и дело, что денег у меня нет. Хотел одному человеку помочь, а вот и бы меня самого обманули. И сам вором стал. Да черт с ними, с этими деньгами. Главное, чтобы с тобой все было хорошо. Мам, я и тогда соврал. Когда? Матвей Алексеевич, Небрама, телефон. О, Господи, как же стыдно. Так, давайте-ка я вас домой отвезу. Пойдемте. 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 Не знаю, как вы, я жутко проголодалась после всех этих переживаний. Да, сейчас хороший завтрак не побешал бы. Ну, а что, может, яичница с хлебом и сыром? Точно. Ой, а у нас хлеб еще вчера кончился, яиц вообще пять штук. Я сейчас быстро в магазин сбегаю. Может, мы все вместе сбегаем? Нет, я сама. Это не дом. Хорошо. Юрий Андреевич, я бы хотела вас попросить. Так. В общем, я деньги, которые у мамы украл, я бы хотела ей отдать их. Ты бы хотел их у меня попросить? Да не, не, ну что вы. Я хотел сам заработать. Ну? Юрий Андреевич, ну возьмите меня к себе в бригаду. Ну, любую работу, мне вообще без разницы. Так, ну давай мы что-нибудь придумаем. Только на каникулах. Сейчас для тебя главная учеба. Все, понял. О, папа. Сыну, с тобой все в порядке? Ну, что за цирк-то устроил, а? Мама всю ночь с ума сходила. Здравствуйте. Вы из полиции? Здравствуйте. Нет, я... Папа, ну, короче, это Юрий Андреевич, он меня спас вообще. Что значит спас? Что значит спас? У меня в полиции бандит напал. А он у булыжника в башке хрясь. Подожди, в полиции бандит? Я ничего не понимаю. А куда они смотрели, эти полицейские? Папа, ну, он напал неожиданно. Он наручник был, но все равно напал. А Юрий Андреевич нас в это время на улице того ждал. А зачем вас Юрий Андреевич на улице ждал? А что вы делали в полиции? Кто вы такой? Мы работали с Надеждой и... Знаете, я лучше пойду. Всего доброго. Спасибо, Юрий Андреевич. Слышишь, папа? А где мама-то? В магазин пошла. Папа, что ты не поехал в полицию? Ты же знал, что я там. Давай дверь открывай, у меня ключей нет. Папа, тебя отпустили. Папа, тебя отпустили. Ну, здравствуй, дочка. Я знала, что это ошибка. Это тебе. Спасибо. Ну, привет. Вот я старый, бестолочь-то пенек. За все это время не удосужился спросить даже, как наследника-то назвали. Матвей. 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 Ну, здравствуй. Матвей. Вот, значит, и... познакомились. Юра, ты что пьешь, чай или кофе? Я не знаю, что пьет Юра, а я буду кофе. Надя, я был неправ, каюсь, прости меня. Я виноват в том, что случилось с Витькой. Мы оба виноваты. Витя, а где Юрий Андреевич? Ушел твой Юрий Андреевич. Ты что, меня не слушаешь? Олег, мы с тобой уже все решили. Что мы решили? Подожди, мы ничего еще не решили. Аня, ты должна простить меня ради сына. Не надо ради меня ничего делать. Я уже взрослый человек. Взрослый человек? Украл деньги у матери? Отдал какой-то девчонке, которая тебя облапошла. Невинного человека чуть было под статью не подвел. Это что, поступки взрослого человека? Знаешь, что взрослый человек? Иди-ка ты в свою комнату и уроками займись. И не лезь, когда с Ташей разговаривает. Надя, мы должны сохранить нашу семью. Мы друг другу ничего не должны. Ну, хорошо, хорошо. Друг другу мы не должны. А вот банку должны даже очень. Или ты сама собираешься ипотеку оплачивать? А, ну, если сама, так вперед. Только знай, что я неблагородный рыцарь. И те деньги, ради которых я вкалывал и в эту квартиру вкладывал, я ведь с собой заберу. Все, что твое, твое. Кроме меня. Боже мой. Сколько пафоса. Уходи, пожалуйста. И это все ради этого мужика, который только что был здесь? Как он попал в полицию? Это ты его пригласила? Скажи мне, ты давно уже с ним замутила? Не надо делать эту некрасивую ситуацию еще более некрасивой. Уходи. КОНЕЦ 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 Алло? Госпожа Соломатина, здравствуйте. Вас беспокоят из банка. Здравствуйте. Напоминаю вам, что сегодня последний день оплаты за должности по ипотеке. В случае несвоевременной оплаты вас ждет судебная разбирательность. Да, я понимаю, я постараюсь. До свидания. Спасибо за понимание. До свидания. Что за суд, мам? Почему я ничего не знаю? Да тебе и не надо знать. У тебя другая забота. Хорошо учиться. Ничем ты грози? Мы можем лишиться квартиры. Но я решу эту проблему. Не переживай. Иди, а то в школу опоздаешь. Давай, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. Здравствуйте. Я решила продать гобелин. Витя, привет. Слушай, ты извини меня, я не хотела. Тут не вся сумма. Гоша щукроссы купил, но большая часть. Ты со мной встречаться не хочешь? А? Соломатин, осторожней. Нет. Ма, мне деньги вернули. Ма! 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 Соломатин, осторожней. Блин. Судостроительная 12. Причина. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам звонила по поводу гобелина. А, надумали все-таки. Ну, замечательно. Давайте посмотрим. Значит так. Так, саксонская шерсть, 18 век. Предположительно, с мануфактуры Нермо. Но я не уверен в подлинности. Без заключения эксперта могу предложить вам в лучшем случае 5000 рублей. 5000? Да я уверена, это подлинник. У вас есть эксперт по антикварным гобелинам, который готов подтвердить ваши слова. У меня нет эксперта, но я уверена. В таком случае цена остается прежней. К сожалению, антиквариат сейчас идет очень плохо. Очень. Ну, хотя бы 30 тысяч. Нет. Простите, я не могу рисковать. Не могу. Мадам, мадам, извините ради бога, что вмешиваюсь. Краем уха слышал ваш разговор в лавке. Разрешите взглянуть на гобелин? Пожалуйста. Спасибо. Прекрасно. Нет никаких сомнений, что я там мануфактуры Нермо. А вы эксперт? Ой, я столько лет занимаюсь антиквариатом, что в состоянии отличить подлинник от подделки. Могу дать вам за него 75 тысяч наличными сразу. Больше вам нигде не дадут, уверяю. Даже с заключением эксперта. Я согласна. Хорошо. Но я хотел бы, чтобы на сто процентов быть уверенным в подлинности, рассмотреть узелки на обратной стороне. А лупа у меня в машине, она тут, рядом, буквально пару шагов. В центре машину приткнуть негде. Приходится ставить за три-девять земель. Вот сюда. Спасибо, вот сюда. Во двор. Слышь, ты что? Не трогай маму! Что? Раз, здесь с вами три. Что слышишь? Как ты здесь оказался? Так, сейчас упражни, молоком надо. Где Кабилен? Кабилен? Кабилен! Кабилен! Пошли отсюда! Витя, ты дома? Привет, ма. Привет. Ну что, а как у тебя там все прошло? Отлично. Я расплатилась с банком, а Аркадий взял меня на постоянную работу. Так что все хорошо. Ну и Кабилен вернулся на место. Слушай, а что эта надпись означает? Она означает, храни бог твою семью. Откуда она у нас вообще? Твой прадед заканчивал войну в Дрездене. И однажды в разрушенном доме он нашел женщину, которая умирала от голода. Он ее накормил, отвез в госпиталь. А она в благодарность подарила ему этот Кабилен. Рыной бог мою семью. Слушай, это по-немецки? Да. Ладно, мам, я к репетитору пошла. Давай. Все, давай, до вечера. Здрасте. Приветствую, дружище. Подскажите, где здесь Юрий Андреевич? А ты прямо иди, он на балконе стоит. Ага, понял. Хан, спасибо. Давай, давай, числуй. Я тебя с балкона видел. Какими судьбами? Здрасте. Здорово, как твоя химия? Ну, троек вытянул. Нет, троек нас не устраивает, уже на четверке. Только тогда поговорим о работе. Юрий Андреевич, я не из-за работы, я из-за мамы. Как она? Не очень. Вы же на ее звонки не отвечаете. Почему? Хороший вопрос, брат. И чтобы нам с вами конструктивно решить проблему ближнего пролегания грунтовых вод, я предлагаю... Я предлагаю фундамент... Чего-то не так? Построить... Простите. Привет. Привет. Продолжение следует... Продолжение следует...